Всем привет! Вы находитесь на канале про деньги и рынки. Дмитрий Шеф, поздравляю вас с праздниками прошедшими. Наверное, для кого-то эти праздники были временем, чтобы отдохнуть, но для нас, трейдеров, даже в праздничные дни, Московская биржа делает все для того, чтобы мы торговали и приносили комиссионные доходы Московской биржи и не отдыхали. Поэтому все, кто торгует на Московской бирже, я думаю, не особо-то заметили эти праздничные дни. Ну а для кого-то, возможно, праздничные выходные дни от основной работы дали возможность поторговать на фондовом рынке. Итак, у нас сегодня понедельник, 8 число, последний праздничный день. И давайте с вами посмотрим, что у нас происходит на рынках. Как обычно, смотрите это видео до конца, не перематывая, вам все станет предельно понятно. Ну а чтобы не пропускать новые выпуски, обязательно подписывайтесь на этот канал и нажимайте колокольчик рядом с кнопочкой подписаться, чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках. Кстати, ребят, хочу напомнить, что сейчас проходит уникальная акция для вас, для зрителей моего канала, от партнера канала Банка Тинькофф по кредитной карте Тинькофф Платину, заказав которую по моей ссылке, которая находится в описании под видео, вы получите крутой бонус в виде кэшбэка 2000 рублей и бесплатное обслуживание навсегда за трату 7000 рублей в первый месяц на ваши привычные покупки. То есть, тратите 7000 рублей в первый месяц на ваши обычные покупки в магазине и вам возвращается кэшбэк в сумме 2000 рублей обратно на карту рублями и подключается бесплатное обслуживание навсегда. Кроме того, у данной карты большое количество различных преимуществ. Это и пополнение карты бесплатно через сеть партнеров банка по всей России, бесплатная доставка по всей России, вам даже ехать за ней никуда не нужно, а также переводы до 50000 рублей в месяц на карты других банков абсолютно без комиссий. Ко всему этому, при заказе карты, вы можете выбрать ее дизайн. Дизайн одного из животных указанный на экране, соответствующий вашему региону, что достаточно круто. В заявлении вы увидите промокод, который находится внизу и соответственно то, что он дает. При подаче данного заявления он активируется и вы участвуете автоматически в данной акции. Акция по времени ограничена, поэтому, чтобы успеть воспользоваться и получить крутой бонус, проходите по ссылочке в описании и успевайте заказать данную карту. Ну и традиционно с вами начнем с индекса московской биржи, аналитика по которому вам давалась на этом канале, вновь исполнилась тот прогноз, который мной давался. Давайте с вами в очередной раз расчертим все графики и посмотрим, что же у нас здесь происходит. Ну, во-первых, у нас здесь было сопротивление. Кто давно подписан на мой канал, все это знает и каждый раз убеждается в точности моих прогнозов, моей аналитики. У нас здесь было сопротивление. Вы это можете посмотреть и на графике с линиями. Здесь более точно можно смотреть вот эти вершинки. Ну, а для тех, кто разбирается, собственно говоря, в свечах и в барах, этого вполне достаточно. Я ориентируюсь обычно по барам, ну и свечи для меня тоже более чем понятны. Итак, у нас здесь было сопротивление на уровне 3140. Прошлый мой прогноз состоял в том, что мы должны откатить, закрыть вот этот гэп, который оставили. Соответственно, мы эту цель исполнили. И опять же, на прошлом видео я задавал прогноз, что, во-первых, мы должны откатить к этому уровню. Здесь даже не уровень, а вот этот открывшийся гэп, оставшийся незакрытый. И далее мы пойдем снова тестировать сопротивление. И мы благополучно протестировав его, пробили. И теперь у нас в связи с этим открывается новая цель. Я, в принципе, это расписывал и ранее. Но давайте закрепим материал с вами. Проведем здесь вот такую вот наклонную линию сопротивления. И у нас появляется новая цель на индексе московской биржи, которая состоит в точке 3170. Соответственно, закрепившись над этим уровнем, теперь уже поддержки, мы должны оттестировать вот этот уровень сопротивления в районе 3170. И у нас все меньше и меньше здесь остается движение для того, чтобы был рост по нашим акциям. Поэтому я бы здесь уже с осторожностью относился к различного рода покупкам, а наоборот фиксировал какие-то спекулятивные позиции. Я не говорю сейчас о среднесрочных позициях. У меня в среднесрочных позициях три бумаги. Об этом я пишу в своем закрытом инвесторском клубе. Подписаться можно на который по ссылочке в описании под видео. Там я пишу свою аналитику в режиме онлайн. Буквально в пятницу покупался ВТБ на пробое данной наклонной линии. Практически на самых лоях. Ну и соответственно, я и подписчики моего закрытого телеграм-канала достаточно неплохо на этом заработали. ВТБ продолжает расти. У него здесь импульс вплоть до 0.025. Но здесь уже заскакивают те, кто заскакивает обычно в последний вагон. Естественно, мне эта бумага не особо интересна. Поэтому, поучаствовав не спекулятивно, я ее еще в пятницу зафиксировал. Но а кто опоздал, так скажем, на поезд и заскакивает в последний вагон, рискует, зависнув здесь на некоторое время. Заходить в сделку нужно заранее. Вот я еще в четверг прошлой неделе писал, что здесь как только будет пробивать эту линию, я буду покупать. А уже когда ракета взлетает, ну здесь же так себе идея покупать. В целом, если мы опять же остановимся на ВТБ, здесь, ну на самом деле, инвестиционная составляющая, она такая туманная. Те дивиденды, о которых говорили, они могут выплачены только в 2026 году. Но, опять же, почему мне такие графики не нравятся? Если мы посмотрим с вами на ВТБ, то здесь график нисходящий. То есть, всю историю торгов, акций ВТБ, график у нас на нисходящем канале. То есть, мы не обновляем ХАИ, а обновляем постоянно его ЛАИ. Вот, поэтому мне такая история не особо нравится именно с инвестиционной точки зрения. Вот, но и, опять же, если выбирать из банковского сектора, то выбирать между Сбербанком и ВТБ, конечно же, Сбербанк более предпочтительный. Сбербанк развивается и у график у Сбербанка. В отличие от того же ВТБ, он растущий. Сегодня попытались, кстати, по Сбербанку пробить очередной флажок. Но импульса как такового мы особо не видим, потому что у нас юрики, фонды и банки находятся пока еще на выходных днях. Ну, а физики, у физиков ликвидность, она, в принципе, ограничена. Но, глядя на график Сбербанка, мы с вами видим более лучшую картину, нежели опять по ВТБ. То есть, здесь у нас восходящий график, а ВТБ у нас нисходящий. Поэтому, выбирая бумаги, вы должны присматриваться к технической части, которая вам как раз таки и говорит, как бумага по своей истории ходила, развивается ли бизнес. Если бизнес развивается, то график у нас восходящий. Если бизнес, скажем, находится, в принципе, на том же уровне, вот у него какая-то есть цикличность, ну, то же самое, допустим, Фосагра, возьмем график, да, то такие графики, они, можно сказать, связаны с сезонностью бизнеса, вот, и находятся в таком широком долгом боковике. В боковике тоже, да, неплохо торговать, внизу покупай, вверху продавай, вот, но, опять же, если вы вкладываете инвестиционно деньги в рынок, то предпочтительнее, конечно же, растущие графики, растущий бизнес. Тем самым, кроме тех дивидендов, которые вы получите от таких компаний, вы будете получать еще и рост акций, так как бизнес развивается и рынок постоянно его переоценивает. Вот, собственно, это кратко можно обрисовать картину, связанную с инвестированием, либо со спекулированием, да, спекулирование – это временная торговля, от нее не зависит, скажем, какого вида график. В коротком промежутке времени цена абсолютно может походить по-разному. Ну, а если вы инвестируете, вам нужно смотреть более широкий диапазон графика и, соответственно, искать бумаги, графики которых находятся в восходящем тренде. Ну, это мы немножко с вами отвлеклись. Давайте вернемся с вами к индексу московской биржи. И, опять же, возвращаясь к индексу московской биржи, у нас здесь нисходящее сопротивление. Ранее это все я прописывал. И у нас все ближится и близится данное сопротивление, от которого, конечно же, будет у нас откат. Будет откат. Вот, и здесь, опять же, повторюсь спекулятивно, я бы, наверное, сокращал позиции. Ну, а, опять же, средисрочный держал. Если будет какой-то откат, а мы вот этот гэп, скорее всего, рано или поздно будем закрывать, то здесь уже можно присматриваться и новые какие-то спекулятивно-средисрочные, так скажем, идейки. Но, опять же, бывают идейки более спекулятивные, связанные с техническими моментами, которые я также описываю, скажем, вот эти торговые идеи, торговые моменты в своем закрытом инвесторском клубе. Ну, к примеру, также описывал я по МТС. Если мы откроем с вами инвесторский клуб, то я здесь писал, то есть расписывал, где ставить стоп, да, соответственно, и цель. То есть потенциал 8% против стопа в 2%. Это вполне хорошая сделка. Вариант сделки. То есть мы видим, что писал это еще на 250. Вот, соответственно, это практически та точка, которая сейчас уже дает подписчикам, кто воспользовался, да, этой идеей. Неплохой профит. Тем более, здесь у нас большая зона проторговки. Бумага находилась в проторговке достаточно продолжительное время. Ну, и, соответственно, у ней есть все возможности сходить к уровню 270. Протестировать тот уровень, который был пробит ранее. И вполне может оказаться, что вот этот провал был зоной накопления. Это, скажем, некая манипуляция. И на 270 у нас также находится уровень ЕМА-200. Инвестиционно эту компанию, конечно же, не рекомендовал бы. Я уже описывал почему. Но ввиду высокого долга, да, и постоянно растущего. Но, опять же, если мы рассматриваем с вами такие спекулятивные более моменты среднесрочные, то в текущем году МТС может выплатить дивиденды. И в рамках данных дивидендов бумагу также могут подразогнать к дивидендному сезону. Если мы посмотрим на историю, то фактически с текущих месяцов, да, начала года, там, с января-февраля бумагу и начинали как раз-таки разгонять. То есть у нас совпадает здесь большинство таких вот подобных моментов. В моменте наш рынок также поддерживается валютным рынком, да, то есть девальвация рубля. То же самое, если мы посмотрим рубль-доллар, то по-прежнему тот диапазон, тот боковик, о котором я вам говорил. То есть 90-92,5 в рамках этого диапазона, как я и прогнозировал, валютная пара будет у нас ходить. Многие говорили, что рубль будет укрепляться, но мы с вами уже это обсуждали, и мы видим, что любой прорыв вниз под уровень 90 тут же откупает, потому что этот диапазон, уровень 90-92,5 сейчас комфортный и для наших спортеров, и для правительства. Тем более в тот момент, когда нефть у нас находится под давлением. Обратите внимание на котировки нефти. У нас по-прежнему нисходящий канал, и мы видим, что нефть сегодня просто-напросто начали проливать. Это, конечно, негативный момент для наших экспортеров нефтегазового сектора. И на этом фоне единственным стимулом поддержки – это девальвация рубля, чтобы как-то компенсировать снижение цен на нефть. Я уже высказывал свою точку зрения, что в 2024 году нефть будет под достаточно серьезным вопросом, так как каких-то стимулов на рост нефтяных котировок, кроме того, что ОПЕК+, придерживается своих сокращений добычи, никаких особо нет. Это подтверждается и развязкой тех событий, которые у нас происходят сейчас в Красном море, когда хуситы особо не могут повлиять на передвижение судов в Суэцком канале. Ведь нефть держалась на уровне 80, еще на основании того, что, возможно, хуситы как-то могли повлиять. Была стычка и с войсками США. Но мы видим, что никаких особо действий со стороны хуситов в плане задержки судопроходства никакого нет. Это мы можем с вами видеть по данному графику. Движение танкеров и торговых судов. Мы видим, что проходимость, она по-прежнему достаточно активная. Вот эти красненькие треугольнички – это как раз-таки движение судов по данному Суэцкому каналу. Мы видим, что активность, она достаточно высокая. И, в принципе, никаких вопросов по задержке движения этих судов, глядя на данную картинку, мы с вами не видим. И вот при реализации, при выяснении данных обстоятельств, мы видим, что нефть снова начали проливать вниз. И, конечно же, ланговать нефть в текущих условиях – это достаточно высокий риск. Об этом я уже неоднократно говорил. Положительным моментом было бы здесь, если мы увидели пробой вот данного верхнего канала нисходящего. Тогда у нас действительно здесь был бы перелом. Перелом нисходящей тенденции. Но пока в текущих условиях мы видим, что от верхней границы достаточно технично у нас нефть отбивается. Казалось бы, это должно влиять и на наш российский рынок. Но если мы посмотрим, опять же, на некоторые нефтегазовые сектора, тот же самый «Лукойл», то мы видим, что «Лукойл» действительно реагирует на движение котировок нефти. То есть, мы видим, что «Лукойл» стоит, в принципе, на месте с небольшим снижением. И та же самая «Разнефть» также находится под давлением, не обновляя своего предыдущего максимума. Но здесь я бы обратил на другой момент внимание. При развороте котировок нефти это поддержит котировки наших нефтегазовых компаний. И «Разнефть», и та же самая «Лукойл». Поэтому, если вы ориентируясь на покупку данных бумаг, то я бы обращал внимание как раз таки на нефть. Как только нефть перейдет к развороту при сломе данной тенденции нисходящей, то это подбодрит, конечно же, и наши нефтяные компании. Пока что в условиях давления на нефть, это то сырье, которое реализуют наши экспортеры нефтегазовые, нефтяные, в частности, компании. Это главный инструмент. И в условиях снижения котировок на нефть хоть как-то компенсировать это нужно. И мы видим, что девальвация рубля у нас идет полным ходом в рамках данного боковика. Если мы увидим и дальнейшее снижение котировок нефти, скажем, какой-то экстремальный вариант вплоть до 70, то, соответственно, мы вполне вероятно будем выходить из этого диапазона вверх, пробивая уровень 92,5. Я бы не исключал этого варианта, потому что это единственный вариант, который быстро и в полной мере компенсирует как раз недостачу от нефтегазовых доходов нашим компаниям и, как следствие, нашему государству. Я уже говорил, что я читаю ваши комментарии, которые вы оставляете. Спасибо, что вы комментарии оставляете. Тем самым делаете активность на канале и тем самым продвигаете мой канал. Итак, мнение по Аэрофлоту и Башнефти. Ну, давайте посмотрим. И та и другая компания сейчас уже на своих пиковых значениях. Аэрофлот, он неправильно немножко выразился. Аэрофлот не на пиковых значениях, но он сейчас в достаточно негативном находится русле. Здесь, наверное, больше инвестиционная составляющая. Играться в эту компанию здесь я бы не стал даже спекулятивно, потому что компания претерпела уже более двух допок, по-моему, три допки. И по-прежнему, как мы вспоминаем с вами, да, во-первых, первое и главное давление на компанию указала как раз-таки пандемия, которая подкосила авиаперевозчиков и селот-перевозчиков. Второй момент, как только компания начала более-менее восстанавливаться, произойдя, опять же, допки, случилось всеми известное нам событие, связанное с 22-м годом, да. И здесь, на этом фоне, вот компания очень достаточно сильно претерпела в своей деятельности негативных кучу факторов. И, во-первых, компания долгое время не будет платить дивиденды. Это негативный момент, как растущий бизнес, ее тоже сложно сейчас оценить. Растущего здесь особо-то ничего нет. А вот возможных доп. эмиссий, возможных, скажем, негативных факторов от инфраструктурных рисков, их достаточно большое количество для данного авиаперевозчика. Да, ему обанкротиться не дадут, потому что главным акционером является государство. Но и, как правило, ставить на такую компанию, у которой нет такой фундаментальной, значимой идеи, тоже, наверное, не стоит. Тем более, мы видим, что данную компанию особо даже спекулятивно не разгоняют. Вот эти движения, да, их можно, наверное, ловить, но можно в ней и застрять. При возникновении какого-то фосмажорного обстоятельства, фосмажорного обстоятельства, эта компания также полетит вниз, как и весь российский рынок. Это тоже не нужно забывать. Не нужно думать о том, что если компания находится на своих лаях, то при падении, так скажем, рынка, при каких-то фосмажорных обстоятельствах, эта компания будет падать меньше всех. Она еще даже будет обгонять те компании, которые будут падать, так скажем, те компании, которые достаточно сильно выросли. Но и потенциал данной компании, он достаточно ограничен. Главным образом, неизвестно еще, когда эта компания выйдет все-таки в прибыль. Но даже если она выйдет в прибыль, то не факт, что какое-то другое фосмажорное инфраструктурное обстоятельство не подкосит снова эту компанию. Мы видим, что компания очень рискованная, очень сильно зависит от различных внешних факторов. И в этих условиях инвестировать в эту компанию, ну просто-напросто так себе идея. Я бы просто-напросто избегал бы сейчас авиаперевозчиков. Так, компания Башнефть. По Башнефть, смотрите. Я ранее по Башнефть-Превке высказывал свое мнение, но высказывал свое мнение еще на уровне 1400-1450. Мы этой компанией тоже торговали в рамках закрытого инвесторского клуба. У нас здесь была восходящая тенденция, восходящий канал. И, соответственно, здесь я давал свой прогноз о том, что, во-первых, у нас были данные за первое полугодие 23-го года о том, что компания заработала 100 рублей дивидендов. И, соответственно, третий квартал, как правило, он для нефтегазового сектора самый сильный. Я говорю о том, что компания, как минимум, заработает также 100 рублей. И в итоге, итоговая сумма по дивидендам может составлять не менее 200 рублей. Естественно, на этом фоне бумага должна была прийти вот к этим хаям, предыдущим, от которых у нас был дивидендный гэп. Сейчас мы видим, что хаяти перебивает, но уже здесь такая начинается русская рулетка. Влазить здесь в компанию я бы уже не стал. Нужно следить за тем, как мы будем или будем ли перебивать вот этот хай. Это достаточно исторический хай. Ну и компания не совсем исторический, но хай от предыдущих дивидендов. Компания и так уже достаточно сильно выросла с 2022 года. Основное движение ее уже прошло. Сейчас чисто спекулятивный разгон, который предугадать достаточно сложно. Здесь я бы уже эту компанию не покупал. Если вы, опять же, уже купили эту компанию, находитесь с ней, то как минимум сокращал бы свои позиции. Основное движение здесь уже в этой компании прошло. Но и в текущем моменте вот этот откат происходит на фоне, опять же, снижения котировок нефти. Достаточно неплохая корректировка. Поэтому здесь у нас такие факторы складываются. И давление на сырье, и подход, так скажем, к тому сопротивлению, которое достаточно серьезное наклонное сопротивление является на лице Московской биржи. Вот, завтра будет достаточно интересный день. У нас 9 число будет. Уже вступят в игру крупные игроки, банки, инвестдома, там, скажем, фонды. Вот, на этом фоне уже более интересно будет посмотреть на наш рынок. Сейчас он достаточно ограниченный в ликвидности. Он основан в основном на торгах физиков. Ну и, соответственно, рынок сейчас достаточно тонкий в эти праздничные дни. Завтра уже картина более-менее прояснится, куда подтянут нас крупные игроки. В целом, картина, она остается прежняя. Да, на 2024 год достаточно позитивная картина складывается. В январе по-прежнему у нас будет ликвидность от дивидендных историй в рынок. Поэтому никакого особо Армагеддона я не жду. Но, а какая-то корректировка, хотелось бы ее увидеть, да, хотя бы. Вот, данный наклонный в целях там закрытия, скажем, вот этого ГЭПа. Но, опять же, сейчас оснований как таковых у нас нет. Единственное, некие геополитические будут возникать истории с тем же самым Китаем. Так как в Тайване будут выборы 15-го числа. Возможно, на этом фоне уже будут какие-то негативные моменты в общем мировой экономике. И мы видим активно, да, что Китай вводит санкции против американских компаний, связанных с поставки вооружений Тайваню. То есть, США везде пихает свое оружие. На этом достаточно неплохо зарабатывают. Америке выгодно, чтобы в разных точках мира возникали вот эти военные конфликты. Тем самым для того, чтобы, во-первых, США продавали свой госдолг в текущих условиях, когда возникают такие конфликты на мировой арене, то игроки, крупные игроки страны уходят в защитные активы. Доллар до определенного момента был такой, скажем, фишкой, когда в такие моменты, в моменты возникновения крупных конфликтов выкупали как раз-таки долг США. И второй момент – это, конечно, продажа оружия США, потому что это достаточно большая статья доходов у США. И тем самым это США выгодно. Вот, поэтому 15 января к этим датам я также посмотрелся бы к истории, связанным с выбором в Тайване. Если там будут проамериканские какие-то видны, так скажем, нити, ручежки американские будут дотягиваться до выборов, и будет какая-то, так скажем, пацанная фальсификация, то это будет негативный момент в целом при разгорании конфликта Китая и Тайвани. И, опять же, возвращаясь к дивидендам, если мы посмотрим вот эту табличку, мы здесь видим по секторам, какие сектора более прибыльные будут в дивидендной доходности в 2024 году. На первом месте, конечно, остается это нефть и газ, нефтегазовый сектор. На втором месте – финансы. И на третьем месте, обратите внимание, металлы и добыча. О чем, собственно, я говорил? Я говорил, что нужно присматриваться к металлургам, потому что это темная лошадка, которая может начать платить в 2024 году дивиденды. Ведь этот сектор, он больше отстает в целом от мировых тенденций и будет переоценен рынком в случае, если металлурги начнут говорить о дивидендах в 2024 году. Ребята, вот такой вот небольшой обзор. Подписывайтесь на канал. Все ссылочки находятся под видео в описании. Первая ссылка – это подписка на закрытый инвесторский клуб через Telegram-бот. Вторая ссылка – это заказ карты Тинькофф с крутым бонусом. Ну и третья ссылка – это подписка на бесплатный Telegram-канал, где я выкладываю много важной информации. Ну а я с вами прощаюсь. Всем до завтра. Всем пока-пока.